МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире первого карагандинского новости в студии Гульнур Жакен. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главном. Трехлетний малыш, упав с четвертого этажа, остался жив. Третий межрегиональный молодежный форум в Балхаше. Дорожная карта бизнеса 2020 находит широкую поддержку в регионе. Удивительный случай произошел 28 мая в Октябрьском районе города Караганды. Трехлетний малыш упал с четвертого этажа и чудом остался жив. В это трудно поверить, но такое чудо действительно произошло. Трехлетний Асылхан остался дома с сестрой и с пятилетним братом. Родители были на работе. Сестра мыла посуду на кухне, а Асылхан с братом играли. Окна были открыты. Мальчик забрался на подоконник, поскользнулся и упал вниз. До земли Асылхан не долетел. Упал прямо на крышу подвала со скатом. Мать чудом выжившего малыша будто что-то неладное почувствовала. Не закончив работу, примчалась домой. Я и супруг были на работе. Не закончив работу, я отправилась домой. Что-то меня домой потянуло. Дома увидела соседей. Все собрались вокруг моего малыша. Дети же. Они дома насмотрятся всяких мультфильмов. Бэтмен, Человек-паук. И всегда прыгают с кровати на стол с подоконника на пол. Вот и думаю, может захотели повторить трюк из телевизора. Удивлению подоспевших спасателей не было предела. Малыш, упавший с четвертого этажа, двигался, разговаривал. Правда, находился в небольшом шоке. Еще больше удивились врачи. Ребенок отделался лишь легкими ушибами и сломал ногу. Врачи наложили гипс. Сейчас здоровье ребенка вне опасности. Для кого-то может быть ЕНТ и позади, а кто-то еще в ожидании результатов апелляционной комиссии, которые станут известны только 15 июня. В этом году в Карагандинской области единое национальное тестирование сдавали 5059 человек. Аттестат с отличием уже подтвердили 32 выпускника. 13 не добрали одного балла и сейчас ждут результаты апелляционной комиссии. Окончательные итоги сдачи ЕНТ будут известны после окончания работы апелляционной комиссии 15 июня. За четыре дня проведения ЕНТ поданы апелляции на 350 тестовых заданий. Положительно рассмотрена 51 апелляция. Было два удаления. Одного выпускника попросили покинуть аудиторию по причине использования им мобильного телефона. Другой выпускник вырвал страницы из книжки вопросника с целью каким-либо образом получить ответы на вопросы. Оценку 2 получили 157 выпускников. Те, кто получил не более трех двоек, могут пересдать экзамен в школах. Самый низкий балл набрала выпускница из Осакаровского района 21 балл, а самый высокий составил 123 балла. Их набрала Камила Мусина из Караганды и Динара Токенова из Жизказгана. В школе Дарын Караганды подготовка детей к сдаче ЕНТ считается одной из лучших в городе. Ученики готовились и вне школы, ходили к репетиторам на курсы для более углубленного изучения предметов школьной программы. Камила Мусина, ученица 11 класса школы Дарын, гордость школы. Но она решила заниматься дополнительно и зря время не потратила. Набрала самый высокий балл по сдаче ЕНТ в области. В школу Дарын я пришла учиться в седьмом классе. За пять лет достигла многих успехов. Это благодаря преподавателям. Если бы не они, я бы не получила таких знаний. Мне нетрудно было сдавать ЕНТ. Мы долго готовились к нему. Благодаря знаниям, которые мне дали преподаватели, я смогла с легкостью справиться с этим испытанием. Тщательная школьная подготовка и внешкольные занятия помогли спокойно перенести Камиле стрессовую ситуацию на экзамене. Многие не выдержали напряжения. Начиная с пятого класса была отлично, училась по всем предметам на отлично. И она с достоинством в этом году защитила знак Алтын-Бельге, при этом набрав по четырем предметам по 25 баллов. Поэтому хочется сказать, что такие ученики у нас не первые, но это продолжатели нашей традиции, хорошей традиции школы Дарын. Камила на 100% была уверена, что набрала все 125 баллов и поэтому подала на апелляцию. Но комиссия ничего не прибавила, так как посчитали, что вопросы были неправильно отмечены. Камила мечтает о медицинской карьере и собирается поступать в медицинский университет. Алена Слунько, Кайрат Рашитов, Марат Каутенов, Первый Карагандинский. Впереди небольшая реклама, оставайтесь с нами. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Alugal, Galvin, Hercule. Торговая марка Galvin представляет. Эконом-серия профиль Galtec 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система – профиль Galvin. Профиль Galvin 60 серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система стандарт относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка – серия эксклюзив. Пятикамерный профиль Galvin 70 серии. Монтажная ширина 70 мм. Пять камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета профиль Galvin выпускается в шести цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонней, внутренней и наружней ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Galvin и Galtec не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Galvin морозостойкий, надежный, прочный. В областном Акимате кадровые изменения. По согласованию с администрацией президента Республики Казахстан, распоряжением Акима Карагандинской области Бауржана Абдишева, Бесимбай Жумабеков освобожден от занимаемой должности заместителя Акима области. На новую должность назначена Жанар Бекбанова. Об этом стало известно на собрании актива под руководством главы региона. Бесимбай Жумабеков перевезен на другую работу. Он назначен заместителем заведующего отдела внутренней политики администрации президента Республики Казахстан. Вы знаете, лично во время своей работой он показал себя как профессионалом, одним из руководителей социальной сферы. Много вопросов, большая социальная формирование, особенно вопросы трудовых скоростей, приятелей, ношений в целом. Бесимбай Жумабеков, в принципе, должностях показал свой высокий профессионализм, умение работать с людьми, компетентность его всех отношений. Я считаю, что Бесимбай Куанышевич уложил очень много сил именно в работе государства в нашей области. Бесимбай Куанышевич, в свою очередь, поблагодарил всех собравшихся за совместную работу. Я хочу поблагодарить первую очередь, что в государстве за то доверие, которое мы оказываем и оказываем. Я думаю, что вместе с вами мы проделали большую работу в Крагогистской области. И я бы хотел поблагодарить вам большого успеха, здоровья и денег. Я знаю, что один человек не может всю работу поднять. Поэтому благодаря вам, я думаю, что остается, то есть, по-другому, огромное спасибо всем за ту работу, которую мы делали. Я думаю, надеюсь, еще в дальнейшем будем делать. Глава региона Бауржан Абдиши выразил Бесимбаю Жумабекову благодарность за хорошую работу во благо региона. С пожеланиями успехов новой должности Жумабекову вручили почетную грамоту Акима области. Я искренне хочу поблагодарить весьма радостью вас за ту работу, которую вы провели за эти все годы в нашей области. Это немалое время убежден, что весь ваш опыт, знания, умения, человеческие организации и качества, присущие вам, они будут востребованы и уложены в администрацию президента. Затем глава региона представил нового заместителя Акима области. Жанар Бекбанова 1975 года рождения. В 1996 году окончила Карагандинский государственный университет имени Букетова. В 2006 году Карагандинский экономический университет. По квалификации филолог, бакалавр юриспруденции. В новой должности она будет курировать социальную сферу и сектор внутренней политики области. Жанар Бекбанова, вы все знаете, наша земляческая область Караганды. Мы в большую школу работаем, и я убежден, что накопленные опыты и знания помогут и справятся с теми задачами, которые сегодня возлагает на всех основах государства, с теми задачами, которые стоят на сегодняшний день. Убежден, что Жанар Бекбанова продолжит ту работу, которую Висимович Павлович провел за эти годы с тишнем. И я думаю, со всеми задачами тот опыт, тот знания, те нам, которые присущи Жанар Бекбанова, они, конечно, также большая, дальнейшая рассветка, в целом направления, которое она будет курировать по нашему области. Свою трудовую деятельность Жанар Бекбанова начала на областном телевидении «Казахстан-Караганды». С 2006 по 2009 год занимала должность руководителя пресс-службы аппарата Акима Карагандинской области. Работала советником первого заместителя председателя партии Нур-Утан, затем руководителем пресс-службы центрального аппарата партии. До назначения заместителем Акима области Жанар Бекбанова исполняла обязанности заместителя руководителя аппарата мажориса парламента Республики Казахстан. Гульнур Жакен, Олжас Габазов, Марат Культенов, Первый Карагандин. В городе Балхаш прошел третий межрегиональный форум по вопросам молодежи. В форуме приняли участие депутаты, представители государственных органов, управлений по вопросам молодежной политики и центров молодежных инициатив не только Карагандинской, но также Алматинской, Павлодарской и Восточно-Казахстанской областей. Подробнее в материале нашего корреспондента Жазиры Абдраимовой. Делегатов межрегионального форума «Тепло» приветствовал Аким города Балхаш Нурлан Аубакиров. Участниками форума были делегаты со всей республики, лидеры региональных молодежных организаций, представители банков. Они разъясняли государственную молодежную политику, выраженную в программах «Доступное жилье. Занятость-2020». Место проведения форума – город Балхаш, и это не случайно, ведь Балхаш – это динамично развивающий промышленный центр. На встречу выступил руководитель управления по вопросам молодежной политики Карагандинской области Мирас Куттабай. Он выделил основные цели форума – повышение престижа рабочих профессий, консолидация чиновников неправительственных организаций, промышленных предприятий, бизнес-ассоциаций, выявление актуальных вопросов, стоящих перед рабочей молодежью, а также выработка механизмов по их решению, обмену опытом, развитию межрегиональной интеграции в молодежной среде. Сегодня пяти промышленных организаций созданы комитеты по делам молодежи. Это «Казахтелеком», это корпорация «Казахмос», это «Казмарган». Таких организаций есть комитеты. И мы хотим остальных промышленных организаций, хотим создать комитеты по делам молодежи и решать проблемы рабочей молодежи. Трудоустройство, обеспечение жильем, социальная поддержка государства – это только часть возможностей, которые необходимы молодым специалистам, выпускникам школ, вузов. В Карагандинской, Алматинской, Паводарской и Восточно-Казахстанской областях этим вопросом уделяется немало внимания. «Во-первых, это великолепная форма, это давно надо собирать молодежь. Почему? Потому что сегодня выступая, за долгие годы я увидел, насколько глаза ребят молодых заинтересованы в встречах. Почему? Потому что здесь много было сообщений очень интересных для молодежи. И по жилью, и по работе, и по образованию, и еще и будут. Насколько они интересно все это слышат, впитывают. И причем это им надо». Участники межрегионального форума обменялись опытом, обсудили реализацию программ профессионального образования ведущих, качественному изменению уровня профессии и рассмотрели инновационные образовательные программы по подготовке рабочих кадров и специалистов для экономики, также другие государственные программы. «Сегодня можно сказать, что проблема рабочей молодежи есть. Есть, конечно, социальные, трудовые конфликты, медиация. Мы этим вопросом будем раздействовать молодежи. И если таких случаев, как надо вести себя. Так что такие форумы, у них есть свои плюсы». В рамках программы участники форума после селекторного совещания поехали в крупные промышленные точки. Среди них делегаты ознакомились с работой медного завода «Казахмыс Смелтинг». В целом данный форум создал условия для налаживания межрегионального взаимодействия молодежи и обмена опытом. Проведение подобных форумов обусловлено необходимостью обеспечения обратной связи между молодежью и органами государственной власти. Знаковым в этот день стало подписание меморандума о взаимном сотрудничестве в рамках межрегиональной интеграции центров молодежных инициатив четырех областей – Восточно-Казахстанское, Алматинское, Павлодарское и Карагандинское. По государственной программе «Дорожная карта бизнеса-2020» во всех уголках нашей страны оказывается огромная поддержка развитию малого и среднего бизнеса. По данной программе в сельском округе «Новая Узенька» Бухаржураусского района открылся культурно-развлекательный комплекс «Думангуль». На торжественном открытии побывала и наша съемочная группа. В сельском округе центра для проведения праздничных встреч, свадеб, юбилеев еще не было. Открытие такого комплекса – большая радость для всех горожан. Теперь здесь молодежь села может с пользой проводить свой досуг. В нашем округе проживает 1870 человек. Конечно, из них у нас 33-35% молодежи, можно сказать, от 18 до 25 лет. Конечно, для них это большая радость. Я повторюсь, что открылся такой молодежно-досугой центр, где мы будем провести досуг молодежи проводить. Будут всякие праздничные мероприятия проводить здесь, в этом центре. В сельском округе «Новая Узенька» проживают более 1800 человек. Все они сегодня пришли разделить радость владельцев ресторана. В отделенных сельских местностях не хватает культурно-развлекательных центров. Сейчас для развития собственного дела оказывается весомая поддержка со стороны государства всем желающим. В селе «Новая Узенька» у них нет той ханы ресторана, и они очень нуждались к ним. Аким Пахадатайсова объяснил им, и они пришли к нам с заявкой взять кредит. В течение месяца, подавшиеся документы, они получили кредит и сделали ремонт. Вот открыли, сегодня присутствие на открытии ресторана. Люди берут, открывают рестораны, открывают магазины, открывают компьютерные клубы, которые нет на селе. У них как продуктовые магазины, больше ничего нет. А тут, благодаря тому, что взяли в фонде кредит и открыли той ханы. В 2014 году на Каргадинскую область выделено 746 миллионов тенге по занятости 2020. Из них половину уже фонд финанс поддержки, сельскохозяйства освоил. Владельцы ресторана говорят, что двери развлекательного комплекса «Думангуль» для сельчан всегда открыты. Поддержали нас фонд финансовой поддержки по программе «Каспгер». Вот они нам дали поддержку, вот мы открыли той хана «Думангуль». Наши односельчане очень довольные. Еще в этом году планируется провести капитальный ремонт в Доме культуры. На эти цели из бюджета выделено 53 миллионов тенге. Также скоро в сельском округе построят баню. Как говорится, все во благо народа. Гульнур Жакен, Айден Жакан, Марат Культенов, Первый Карагандинский. Продолжаем выпуск. Между Карагандой и Астаной начнет курсировать электропоезд повышенной комфортности. Поезд отправляется из Караганды в 19 часов 34 минуты, прибывает в Астану в 22 часа 45 минут. Из Астаны пассажиры смогут выехать в 7 часов 20 минут и прибыть в Караганду в 10 часов 20 минут. В составе электропоезда 3 вагона 1-го класса, 3 вагона 2-го класса, 2 вагона 3-го класса. Стоимость проезда в вагоне 1-го класса 1183 тенге, в вагоне 2-го класса 1102 тенге, в вагоне 3-го класса 915 тенге. Кроме того, с 9 июня увеличивается периодичность курсирования поезда повышенной комфортности номер 805-806 сообщением Астана-курорт-боровое Огжет-Пес. С начала лета начали работать пришкольные лагеря. Оздоровительный отдых позволяет детям восстановить силы, снять психологическую и физическую нагрузку, укрепить здоровье, организовать досуг во время каникул. Цель организации работы с детьми в летний период заключается в создании оптимальных условий для отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, профилактике правонарушений, пропаганде среди детей здорового образа жизни. У нас сейчас 4 отряда по 20 человек. Ребята приходят в 9 часов утра к нам в школу. Утро начинается у нас с утренней зарядки, с линейки, потом мы идем на завтрак. Обязательно каждое утро мы просматриваем видеофильм по безопасности. Безопасность на воде, безопасность при общении с животными, как вести себя на воде в бассейне и так далее. Ребятам очень нравится, особенно находиться здесь. Здесь у них проходит утренняя гимнастика и спортивные игры. В программу пришкольного лагеря Балауса средней школы номер 58 включено проведение самых различных мероприятий. Детям показывают поучительные фильмы, на которых можно научиться, как вести себя в различных ситуациях. Мне нравится этот лагерь, потому что здесь очень весело. Здесь есть мои друзья. В день рождения мы отмечаем его, всегда веселимся, всегда поем, танцуем. Ну, этот лагерь очень веселый. Каникулярная вольница не значит вседозволенность. Спортивные игры, конкурсы, организация концертов объединяет ребят и дают толчок к развитию способностей. К новому учебному году надо готовиться заранее, даже в летние каникулы. С начала года был проведен эксперимент для повышения успеваемости и развития детей. В первую половину дня дети учились, как обычные ребята, по программе. А во вторую половину дня у них происходило развитие. Они ходили два раза в неделю на хореографию, на спортивные игры два раза. На казахский язык ребята ходили, на английский язык ходили. Была у них самоподготовка. Хочу сказать, что дети очень сильно продвинулись вперед по развитию своему. И во второй класс у нас придут очень много хорошистов и отличников. Дети посещают культурно-развлекательные центры города, парки, кинотеатры, зоопарк, бассейны и многое другое. Да и родителям спокойнее работается, когда они знают, что их дети под присмотром, а не болтаются без дела на улице. Лариса Хусейнова, Нурсултан Исаев, Ярнур Жамарт, Первый Карагандинский. На этом наш выпуск завершен. Спасибо, что были с нами. Аман Саоболмсдар. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! Добро пожаловать в наш канал!